Здравствуйте! Я Пьер Кристиан Браши. Это новая программа о России, и я ее веду. Когда я приехал в Россию 20 лет назад, я ожидал много. И я очень хотел, на самом деле, познакомиться с народами, с регионами, которые есть во России. Я ожидал вообще стереотипы, которые есть во Франции. Но вдруг, несколько лет назад, мне удалось побывать в Чукотку. Это было для меня абсолютно новое открытие. Я никогда не думал, что в России в 21 веке и в конце 20 века есть еще такие люди, милейшие люди, которые живут, как, скорее всего, жили тысячу лет назад. Творец сошел на землю, набросал нерпичьих костей, сказал «Будьте люди» и опять ушел к себе в Верхнюю Вселенную. Потом он создал куропатку, затем полярную сову, лисицу, песца, волка, чтобы те проверили, как живут люди и поведали об этом создателю. Но звери боялись людей и ничего не могли узнать. И творцу снова пришлось отправиться на землю и научить людей размножаться. Он сделал им одежду и деревянный снаряд для добывания огня. Чукчи называют своего творца Тенантон Гын – сострадательное бытие. У нас в студию Дмитрий Опарин. Он этнолог, преподаватель МГУ и изучает культуру и образ жизни эскимосов. Добрый день, Дмитрий. Давайте сразу тогда посмотрим на маленький ролик, где мы увидим как раз эскимосы. Вот ваша любимая тема. Давайте. Это что? Это эскимосы? Это одиночный эскимосский танец. И можно сказать сразу, что это эскимосский танец, потому что ее движения очень геометричные. Они такие лапидарные. Чукотские танцы – у них движения более плавные и более изощренные, я бы сказал. А эскимосы и чукчи – это два коренных народа чукотки, которые живут, взаимодействуют, веками взаимодействуют друг с другом. И чукчи у нас намного больше, чукчи – 15 тысяч эскимосов, около 1700 человек. И чукчи разделятся на кочевых, тундровых чукчей, оленеводов и на приморских охотников на морского зверя, на китов, на моржей. Эскимосы же только охотники на морского зверя. Они живут на побережье Чукотки. И раньше, еще около 50 лет назад, до 30-50-х годов XX века, вся Чукотка была как бусинками украшена, вся прибрежная Чукотка, все побережье было как бусинками украшено старыми эскимосскими селами. Сейчас эскимосские села находятся на юго-восточной части Чукотского полуострова. И можно сказать, что существует три главных эскимосских села, так называемые национальные эскимосские села. Это неофициальное название, но тем не менее, эскимосы там либо большинство, либо почти половина. Это Новая Чаплина, Сиреники и Уэлькаль. И Сиреники – это единственное эскимосское село, которое было заселено эскимосами больше двух с половиной тысяч лет. У эскимосов Гренландии, Канады, Америки, России разные языки. Но существуют основные слова, которые одинаковы у эскимосов разных стран. Например, «нуна» – это земля, и это земля и у азиатских эскимосов, и у канадских эскимосов. Сейчас главным языком эскимосов является Чаплинский диалект или Центрально-Сибирский юпик. На нем говорят эскимосы азиатские и эскимосы части Аляски, острова Святого Лаврентия. Это значит, что они пересекали Беринский пролив туда-сюда зимой? Да, не зимой. Не зимой, в июне, потому что море не замерзает. Остров Святого Лаврентия – это Америка, это Аляска. Он находится в 60 километрах от Чукотского полуострова. Да, это совсем близко. Это очень близко, и они являются родственниками друг к другу. До начала Холодной войны, до 1948 года, у них были очень тесные контакты. Археологи находят на старых эскимосских поселениях американские бутылки с под... Американского виски, американский патефон. И важно сказать, что до проникновения, до установления советской власти, до 20-30-х годов 20-го века, если азиатские эскимосы говорили на каком-либо языке, европейском, то это был не русский, это был английский. Привозили со своими кузинами, которые жили в Канаде, да? Нет, на Аляске. Одна женщина мне рассказывала, что ее бабушке отец привез две куклы. Одну белую, другую черную, американскую. Вот, и белую он подарил ее сестре, а черную он подарил ее бабушке. И бабушка очень обидела, что ей подарили черную куклу, она оторвала у нее голову. Вот, но тем не менее, эта черная кукла до сих пор сохранилась в этой эскимосской семье. Давайте, может быть, посмотрим еще маленький ролик. Смотри, вон полынья. С правой стороны торосы, слева торосы, а прямо чистая вода. Едем туда. Вот, посмотри. А вон нерпа. Да. Поехали. Упряжка не раз выносила той из полыньи, когда проваливались нарты. Собаку охотник приручил гораздо раньше, чем оленя. Примерно в этих же широтах археологи нашли собачью упряжку, древность которой оценивается в 8 тысяч лет. Чуковская ездовая собака идеально адаптирована к условиям Арктики. Она крайне неприхотлива, феноменально вынослива, отлично ориентируется в снегах дорос. Хорошо подобранная упряжка из 12 собак может пройти за день до 150 километров. Смотри, это нерпичья лунка. Совсем свежая? Утром здесь лежала нерпа. Видишь, она крутилась. Она здесь находится, во льдах. Другие нерпы, наверное, где-то рядом лежат, поблизости. Тут лежал самец. А самки родили и с детенышами прячутся в домиках в торосах. Их не видно, но я чувствую. Они рядом. Да, поехали на Кромку. Кромка – это, собственно, край огромного поля льда, прижатого к берегу. Буквально край света. Одна из чакотских легенд гласит, что из пыли, образовавшейся от трения краев земли и небосвода, и появились люди. Тысячелетиями уклад их жизни практически не менялся. Еще в начале прошлого века охотничьи поселения были рассыпаны по всему побережью Беренкова правила. Ну вот, эскимосы или... Нет, это чукотское приморское село. Лицо абсолютно одинаковое, и можно их узнать, или есть другой типаж? Потому что вы сказали, что все-таки это разные народы. Это разные народы и разные типажи. Определить сразу сложно, но, тем не менее, существуют такие стереотипы внешнего облика эскимосов и чукчи. Считается, что чукчи более высокие, худые, а эскимосы более приземистые, более коренастые. Сейчас, если мы говорим об эскимосах, очень многие эскимосы, они метисированы. Это очень метисированное население эскимосское. И в связи с тем, что в 20-30-е годы была установлена уже советская власть, в этих поселениях произошло укропнение, русские, они всегда имели больше контактов с русским населением, с пришлым населением, с украинским, с татарским, с теми людьми, которые приезжали с материка. У нас есть такое впечатление или такой стереотип, что чукчи – это и есть оленеводы. А вы нам рассказывали сегодня, что есть чукчи, которые все-таки и занимаются тем же, и живут абсолютно, как и живут эскимосы. Особенность эскимосских охотников заключается в том, что они используют все ресурсы, все возможные ресурсы флоры и фауны, которые существуют в этом великом проливе. И используют их невероятно эффективно. То есть они охотятся на крупных млекопитающих, на мелких, там, тюлени, лахтаки, нерпы. Идет охота на зайцев, охота на лис. Они забирают яйца у птиц, охота на птиц. То есть это очень разнообразно. Рядом огромный аквариум, очень много рыб, очень много китов, очень много... Рыб много, да. Также они постоянно находились в постоянном взаимодействии с чукчами. Каждая эскимосская семья имела свою семью друга. Те чукотские оленеводы, которые к ним приезжали, они... Шел очень важный обмен. Эскимоссы поставляли им шкуры лахтака, которые использовались как аркан. И также использовались как подошва для обуви. А чукчи поставляли им оленье мясо, и оленей шкуры. И оленье мясо было сакральным для эскимоссов. До сих пор в очень многих ритуалах эскимосских используется оленье мясо, которое они получают от чукчи оленеводы. Понятно. Давайте посмотрим фильм. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Это опять не эскимоссы, это... Это чукчи, но тем не менее и у эскимоссов это было примерно такое. До сих пор есть, скажем, в сирениках есть так называемые мясные ямы. Мясная яма, да. То, что они кидали, это... Это моржи. Да, это шкура моржа, в которую закинуты внутренности моржа. Это все очень быстро завязано. Вот. И это оказывается вот в мясной яме, которая довольно неплохо хранится. Это называется у эскимоссов тухтак. И он используется, ну, как на корм собакам, так и для еды. Это яма, которая, да, в мерзлоте, которая... Сколько метров, плюс-минус? Ну, это около, я думаю, около пяти метров, где-то так, да. Она заполнена водой, и там неплохо хранится это моржовое мясо. Тухтаке. Они очень быстро завязывают вот эти, делают мешки. Они, ну, они зашивают их, можно так сказать, да. Невероятно быстро. Действительно, с какой-то невероятной скоростью. Как происходит? Значит, год эскимосса, это что? Это зимой чем можно заниматься? Зимой, я так понимаю, ночь. Абсолютно глубокая ночь. Ничего не видно. И чем тогда заниматься? В течение года охота идет постоянно. Просто на разных животных. Исключительно, наверное, я думаю, в декабре. Они могут чинить свои моторы, чинить лодки. В январе, феврале, марте и даже еще в апреле они охотятся с кромки льда. Они охотятся на нерпу и на моржей. В чем? Что надо для того, что моржи? Они охотятся на нерпу. Например, нерпа, она плавает на открытом море. Они подходят к кромке льда. И нерпы время от времени высовываются, чтобы подышать. Тогда они стреляют в нерпу. Они берут надувную лодку. Я говорю о том, что сейчас происходит. Они плывут к этой нерпе. Нерпа не тонет сразу. Зацепляют ее крюком. И их другой охотник тащит, этого охотника, который зацепил нерпу и привозит ее на кромку льда. Перед тем, как начинается охота на открытом море, необходимо совершить обряд. Это единственный обряд, который сохранился сейчас у, скажем, эскимосов Нового Чарства. Это охотничий обряд. Да. И там на льдинах греются на солнышке лахтаки. Это морской заяц. Нерпа иногда греется на солнышке на льдине. И я помню, я ехал как раз год назад, была охота у нас с эскимосами. Они выстрелили в лахтака, выстрелили, попали ему в голову, сразу быстро подплыли к нему. Они одним выстрелом его убили. Он подпрыгнул из довольно далекого расстояния. Раньше они взяли бы и шкуру лахтака для одежды, для обуви, для непромыхаемых штанов. Естественно, сейчас мало кто делает. Еще делают и штаны из шкуры лахтака, но тем не менее, и берут эту шкуру для арканов, чтобы отдать чукчам. Я плел на корабле из Анадыра до проведения, на таком маленьком парусном корабле. Это было вообще нереальное впечатление, когда мы видели ночью много китов. И один прекрасный день с утра просто мы проплели мимо берега, где были сотни моржей, которые отдыхали на солнце. Моржовое лежбище. Это немножко другая охота. Это охота на моржовом лежбище. Это когда охотник может подойти не с моря, а может даже подойти с берега. И он должен быть очень ловким и очень быстро ударить копьем моржа прямо или выстрелить в сердце, чтобы морж умер сразу. Самое главное не создавать паники у моржей, потому что моржи, когда человек начинает их пугать, моржи, естественно, ползут все к морю, и тогда происходит давка, и очень много моржей погибает. Вот мы посмотрим еще маленький фрагмент. У нас как раз танец и все будет. Фольклорный ансамбль «Олен» исполняет традиционные скиморские и чукольские танцы. В движениях танцоров воспроизводятся разнообразные сцены из жизни охотников на морского зверя и бытовые сюжеты. Особое внимание уделяется движениям рук. Их танцы скульптурны и графичны. Фольклорный ансамбль «Олен» 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 Здесь у нас что? У нас музыкальный инструмент, что? Бубен. Бубен и все. Да, бубен. Бубен и голос, да. И голос. А есть еще инструменты? Бубен самый главный инструмент. Да, да. У них есть много замечательных танцев, которые имитируют охоту, охоту на марша, охоту на кита. Эскимосы известны своим горловым пением, которое тоже имитирует полет чайки, крик чайки. Человек должен стоять друг напротив друга. Девушки часто там лет 15-16 стоят друг напротив друга. Они держат друг друга за руки и поют. И поддерживают друг друга как бы, потому что это действительно сложно петь. Это сложно. Танец был связан с шаманским камланием. Танец был связан с рассказыванием какой-либо определенной истории. То есть это не просто полет чайки. Это полет чайки, которая как-то вот летела с ней, что-то случилось. Она у кого-то увидела, потом она полетела дальше. Вы строгали здесь тему шаманизма. Это есть действительно? Это важная такая тема у эст-кемосов? Шаман играл очень важную роль. Он выполнял важные социальные функции, безусловно. Но стоит отметить, что шаманских камланий практически все закончили в 60-70-е годы. Но шаманизм это не только шаман и не только шаманская камлания. Это в целом очень большой пласт культуры, который связан. Сохранилась ритуальная жизнь в Новом Чаплино и в Сирениках. Среди современных эст-кемосов богатая и очень интересная ритуальная жизнь. Есть множество таких ритуалов кормления предков, ритуалов кормления духов. Очень интересных и красивых ритуалов. Есть различные амулеты. Одна женщина, она мне показала копыта снежного барана. Это копыта снежного барана она получила еще от своей бабушки. И все копыта обвязано оленьими жилами. И на оленьи жилы нанизаны бусинки. Каждый раз, как только какая-то серьезная проблема, болезнь, еще что-то, она немножко поджигает это копыто и проходит копытом по какой-то части тела, которое болит. И в качестве благодарности, чтобы копыта не потеряла свою силу, она нанизывает бусинку на это копыто. И таких ритуалов семейных очень много. Вы это видели много. Скажите, два слова про Итигран. Потому что Ятамбль, это вообще абсолютно нереальный остров. Такой находится как раз недалеко от Новой Чапкина. Да, да, да. Между Новой Чапкинью и Итиграном. Во Франции есть один из, скорее всего, самых известных специалистов по эскимосам, француз, который мечтает быть похоронен именно в Итигран, на этом острове, где есть такой известнейший алле китов. Это что вообще? Это тоже связано с религией? Или из какой религии в этом случае? Остров Итигран – это действительно мистическое место. И для современных эскимосов, и для людей, которые туда приезжают, для туристов. Нет ни одной версии, почему так произошло, как так произошло, почему они создали такую сложную, очень сложную, технически сложную и символически сложную. Это похоже на Менгири в Карнак во Франции. Да, это похоже на какие-то действительно вот эти древние сооружения, типа Стоунхенджи. Ну да, да, да. А что это вы до сих пор никто не знаете? Никто не знает. Современные эскимосы тоже не знают. Что вы думаете, что будет вообще у эскимосов через сто лет? Это, я думаю, очень грустный вопрос, потому что, ну, естественно, это разная судьба, два разных народа. Чукчи – это все-таки более-менее многочисленный народ, если мы сравниваем их с эскимосами. Но эскимосов 1700. Большая часть людей не говорит на эскимосском языке. А говорит или понимает эскимосский язык только люди, которые старше 40-50 лет. Он умирает. Это умирающий язык. Дети, безусловно, не говорят на этом языке. Дети учат в интернаты. Это и семейная трагедия, и культурная трагедия интернаты. Это отрывает их от родителей, от языка, от традиционного природопользования, от сакрального ландшафта, от всего. Но, тем не менее, многое делается. Скажем, эскимосы Острова Святого Лаврентия сохранили язык. И это тот же самый язык, что и эскимосов, азиатских эскимосов. Следовательно, существует возможность послать, может быть, учителей из Острова Святого Лаврентия к азиатским эскимосам, чтобы они начали преподавать в школах. Поэтому все-таки есть оптимизм? Конечно, конечно, есть возможность. Это живые люди, которые живут в этих селах, радуются жизнью, испытывают гордость за своих предков, за свою семью, за свою землю, за природу, за свои навыки, за свои уникальные умения охоты, за свои знания ритуальные и природные. Понятно. Спасибо большое, Дмитрий. Сегодня мы вместе с Дмитрием, вместе с вами попытались понимать, как живут эскимосы в Чукотке. Мы поняли вместе с вами, что эскимосы и чукчи – это две разные народы, и что вообще перспективы у эскимосов достаточно печальны. Но то, что мне нравится в России, и что мне, скорее всего, просто продолжает и интересует в этой стране, это то, что каждый день, скорее всего, я узнаю что-то новое, я узнаю что-то новое о разных народах России. И эта любовь к стране действительно мне позволяет жить дальше, и жить дальше в этой прекрасной стране. А как говорят во Франции, любить – это интересоваться. Au revoir, и до скорых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok